Это то, над чем мы работаем сейчас, сегодня. И Гус, и Иероним Пражский, и другие братья того периода времени застолят до Лютера в Чехии. А до того, до того, старшие современники их, это Джон Виклиф в Англии, его ученики Лоуларды. Перевод Библии на английский язык, это была бомба просто. Люди смогли на своем понятном им языке официально открыть ноги, не совсем официально, а полуофициально. Но у нас тут закрывали глаза уже в Англии на это. Читать свою Библию, это было просто благословение. Почему Бог Англию благословил очень сильно в дальнейшей истории своей? Верующие люди знают, потому что Библия. Потому что первый народ из христианских всех этих цивилизаций, которые свою Библию услышали на своем понятном им языке. Это стало огромнейшим благословением вообще, огромнейшим благословением. Когда приходит Божье Слово, оно меняет не только отдельных граждан, отдельных людей, но порой и целые нации, целые государства благословляют вообще. Слово Божье меняет все. Да, а до того, да, ну понятно, Джона Уиклифа его, ну как бы, хотя он умер в своей смерти, но его сожгли на костре, но уже после смерти. Как бы так странная история такая. Власти его не выдавали, хотя он не скрывался, он свободно проповедовал и в Линкольншире, в Лондоне. Но власти писали отписки папе Римскому, что он по такому адресу не проживает и все. Хотя на самом деле шпионы папские сообщали, что на самом деле он свободно, легально ходит, как бы, а, даже есть портрет, да? Это кто? Ян Гуз. Я не вижу. А, Джон Уиклиф? Ааа. Ага. Джон, алло. Так вот, он умер своей смертью, необычной смертью для реформатора того времени. Вот, он просто не дожил до костра. Они, когда приехали потом уже, значит, эти инкузиторы, им объясняли, что да, уже Джон умер, точно, точно. Вот, вот, надмище, вот могила его. Но даже это не остановило был религиозников. Выкопали ему могилу, раскопали, достали его бренные останки, привлокли эти останки в зал суда. Подсудимый прямо молчал, конечно. Вот, зачитали приговор. Значит, молчи, значит, виновен. Молчание – знак согласия. Одним словом, приговорили его к смерти через сожжение на костре. Первый раз в жизни и последний, слава Богу, казнили труп. Вот, и его сожгли на костре, его останки, пепел бросили там куда-то в реку. Ой, вот такая история, знаете ли, Джона Уиклифа. Очень интересно. Ну, слава Богу, он уже не писал, ему уже все, кости сожгли, останки сожгли, ну и что с тобой. Да, сложнее, когда потом уже репрессии были по отношению к его ученикам, там уже живьем сжигали уже, да, в Англии очень много было кровушки пролито. И в колонии Новой Англии туда, значит, через океан, в новый свет плыли тысячи семей верующих. Нет хорошей жизни, знаете. Плыли не просто потому, что, как бы, вот, жир убесились, приключений искали себе, знаете ли. Нет, а потому, что спасали свои жизни. Большинство из них спасали свои семьи, своих жен, детей, зная, что это будет очень рискованно. На кораблях, которые видали виды, значит, и Майфлау разновидели корабль. Это корабль, который уже был давно уже в работе, как бы, и люди последние отдавали деньги свои, лишь бы уплыть с Англии. И страшно, когда родина, мать становится мачехой злой, страдающей каннибализмом, и это очень страшная история. Но в Буритании многие другие верующие, квакеры, другие верующие, нашли английские верующие христиане себе новую родину. Назвали ее Новой Англией, колонии Новой Англии. Но впоследствии это уже родилось уже новое государство, новый народ, американский народ, из разных народов, очень разных народов, под властью Бога. Родилась такая идея, которая просто, ну, она действительно великая идея. Когда люди собираются под властью Бога, то Бог очень сильно благоставляет людей. Слава Иисусу Христу. Да, друзья, и потом можно вспомнить Уильяма Пэна, тоже английского деятеля Уильяма Пэн, вот того периода времени, в Казанистане, в штатах. Он просто купил себе огромный участок земли. Вот. И пригласил со старого света верующих всех переезжать, брать землю, работать, жить, расти детей, жить в мире. Одно лишь условие. Молитесь Богу и друг другу не завидуйте, друг друга не унижайте за веру, религии. Пусть будет полная собода совести в наших колониях, в наших новых землях и в этой пустыне. И люди поселились, люди стали жить, поживать, добра наживать. Вот. А до того, до того, знаете, вот я в каждом поколении, в каждом столетии можно найти каких-то героев веры. Каких-то вот, ну, их нужно назвать даже не реформаторами, ну, можно реформаторами. Можно назвать их как бы предтечами Великой Реформации. Те, кто готовили, по сути, плацдарм для будущей Великой Реформации, задолбого лютера, во всех веках, были вот эти предтечи Великой Реформации. Вот. Даже у нас, у нас тоже были, хотя самой реформации не получилось тогда, в 16 веке. На кострах пожигали священников тех и сторонников реформ. Да, на Красной площади пожигали будь здоров и священников, и народу, но она Красной называлась тогда уже не просто по названию красивой, а от крови тогда. Во времена лютера творилась инквизиция у нас намного более жесткая. На Западе не бирально начали еще с реформаторами до поры до времени, а у нас сразу пресекали моментально в то время. Но, кстати, до лютера, когда лютер еще пешком под стол ходил, в Новгороде, в Пскове, уже тогда судили этих священнослужителей, которые в Москве, которые, по сути, вот то, над чем лютер трудился, они это провозглашали уже. Слово Божье в массы, читать на понятном языке, вот, потом и на древнеславянском, который уже тогда уже, значит, да, был уже обозначен устаревшим, как бы, архаичным. Разъясняя людям Слово Божье, вот, значит, и потом молиться без обращения к иконам, к христам, просто своими словами. Ну, те же самые жидовствующие, стрегольники, до того, это все движения такие, их называют порой, и у нас сейчас называют их, как бы, ранними протестантами или, как бы, предтечами реформации. До того, Богомилы, ну, на Руси в 10-м столетии христианство официально пришло, Русь киевскую, но задолго до того уже христиане были у нас, и были обращения, может, не такие массовые, но были обращения, та же самая. Ольга, княгиня, допустим, да, по всей вероятности она все-таки пережила не просто христианизацию, а именно обращение, потому что она отказалась от вот этого, знаете ли, зла, отказалась от мести, в конце концов, отказалась от, значит, того, чтобы насильно христианизировать страну, хотя она имела большую возможность малой кровью, нежели ее внук это сделал впоследствии, Владимир. Понимаете, у нее было больше авторитета власти, и она могла бы меньше кровью христинить Русь тогда, но она избежала искушения этого, она понимала, что вопрос должен быть именно, ну, по доброй воле, по решению самого человека, не из-под палки, видимо, сама она переживала, конечно, подобное, в своей судьбе, не иначе. Вот, до того еще были случаи именно обращений, но, друзья, христианство всегда, оно действительно, есть христовое христианство, есть ритуальное христианство, такое, обрядовое христианство. Вот, пусть наше христианство будет христовым христианством, действительно живым христианством от самого Иисуса Христа. Ну, и вопрос здесь тоже пришел, почему священники ходят в рясах, и какая разница в ней или без нее. В принципе, для меня никакой разницы уже нет. А вообще, еще вопрос нам задавали тоже, почему черные рясы? Ну, Петр Первый любил очень черный цвет такой, и как бы и одел всех в черное священников. Поэтому чаще всего после Петра уже первых на Руси, вообще в России, священники всегда в черном ходят. Ну, не только у нас, вообще она, традиция такая стала повсеместной на Востоке и на Западе. Значит, точно неизвестно, почему черные имена. А рясы, ну, такая традиция, религиозная традиция. Есть разные объяснения. Как? Ну, для кого-то, может и так, в принципе, да. Ну, вообще, о чем-то, да. Но Иисус сказал, вообще-то, остерегаться тех, которые любят христианных одеждах. Знаете, да, здесь так, что ухо востро, держите, друзья. Мало ли что. Потому что для очень многих рясы, это средство выделиться из толпы, показаться над людьми. Выше людей, самоутвердиться как-то. Нет, это, на самом деле, вот когда, я предлагаю нового священнослужителя, когда у нас в епархии рождаются новые священнослужители, то и я, наши служители, мы говорим так, что пусть рясы для нас станет не знаком превосходства, как бы, над людьми поставится, а как неправильное, может, призвание объяснить для себя, а именно действительно, как возможность труда нести слово Божье людям. Вот я и за тобой схожу. Как возможность, как спецовка рабочая, допустим, если там военный или полицейский, он ведет в форме своей, то сразу, знаете, даже если он не показывает вам какую-то корочку удостоверения своего, посвящения, то вы понимаете, что это, как бы, человек в форме уже, как бы, что-то значит уже, да. И вот то же самое, если я являюсь с крестом на груди, то мне не нужно, там, кому-то доказывать, раздоказывать, что я, там, значит, священнослужитель. Уже сразу батюшка, он и в Африке батюшка, знаете, даже бываю в некоторых, там, странах, где батюшку вообще, ну, почти не видали так. И тоже узнают сразу, это служитель пульта, это, как бы, какой-то священнослужитель, да. Вот, и уже начинаю уже дальше проповедовать уже. Вот, а Бог призвал меня одеть лясу вновь, хотя я снимал ее. В 96-м я снял, я вообще зарекался, не плевался, я вообще больше думал, никогда в жизни не одену ее. Но в конце того же самого 96-го уже снова одел лясу. Вот так вот. И с тех пор, большей частью проповедую в лясе, в ризе, даже среди протестантов, если бываю, то проповедую в лясе. Еще и почему, знаете ли, зрительный образ не менее важен. Особенно в славянской культуре. У нас подержки встречают. Знаете ли, если в других странах, может, не так, то у нас это очень-очень ярко выражено. Поэтому зрительный образ очень важный. И я думаю, что прошу Бога сейчас, Духа Святого, чтобы он этот зрительный образ, он запечатлел в вашем разуме и подсознании. В вашем молитве, молитесь за священнослужителей, молитесь за православных священников. И, знаете ли, верьте, что очень скоро священники будут не магией заниматься религиозным всевозможным, многобожиим и толпоклонством, не пьянством и оккультизмом, не политикой и чем-то еще, а будут заниматься Божьей работой, будут Слово Божие нести. И будут евангелистами, будут действительно спасателями этого погибающего мира. И пусть Господь Бог благословит. Поэтому, да, хотя у меня была масса искушений и желание было снять вясу, ну, хотя, может быть, даже и сниму ее куда-нибудь. Может быть, сниму, да, если Бог призовет к этому. Ну, вот. И иногда думаю тоже, как бы, а стоит одеваться так вот. Несколько раз так уже даже думал, наверное, сниму и не буду одевать. А потом каждый раз, раз, и попадал в такие происшествия, когда убеждался, что ряса спасает жизнь человеческую. Вот. И очень часто. Понимаете ли? И потом думал, что да, ради спасения даже это одной души, и был смысл одевать рясу. Я помню, однажды, там, у меня случай один очень сильно напрягт. Приезжал я в Москву, значит, там, значит, и в тещи, значит, с тестем, и не переоделся, и прямо в рясе поехал на станцию, ну, там, подсолнечную, ажедая станция, купить билеты. Там у них касса, предварительная касса есть. И там и касса этих электричек, и тут же рядом предварительная касса дальнего следования. И там уже очередь стоит. Ну, я думаю, ладно, занялся, и очередь в рясе в это. Думаю, а сам, и пока ехал, думаю, ну, ей неудобно, и вообще лучше бы переоделся бы, а гражданку не позорился бы. Вот. И представляете, значит, и там какая-то женщина стояла, ну, так, специально не разглядывал, но так вот, знаете, вот, эмпрессию, как художники говорят, впечатление такое, ну, маска такая, смерти. Ну, неестественное лицо. Выражение лицо неестественное такое, знаете, трупное такое. Значит, и потом уже билеты, все прочее. И она подошла, значит, и таким подусторонним голосом, как бы, говорит, значит, что вот хотела бы исповедоваться. Ну, не буду долго добить уже, и урок заканчивается. Скажу лишь, что после, там, ну, несколько часов беседы, то есть, понимаете, я там застрял на этой станции надолго, мы молились, все, знаете, есть самоубийцы, которые вот решаются, и, а есть, которые вот хотят, чтобы их отговорили. Знаете, вот, которые обычно кричат о своем самоубийстве, обычно на практике из таких реальных самоубийств очень немного. А из таких вот молчунов, таких вот, затаившихся, как раз на практике, к сожалению, больше процентов. И вот это была такая женщина, которая уже решилась на самоубийство, она, оказывается, ждала там, и вот решила, вот, как бы, отпущение каких-то грехов, там, совести перед смертью сделать. Она не признавалась, конечно, что хочет самоубийство сделать, но я понял, что здесь что-то не так, что еще больше есть. И я сам не отпускал ее, хотя уже, уже, она все уже, вроде бы, и прощалась. Я говорю, нет, слушайте, что-то еще, вот, какая-то еще. Ну, после, там, час-два, там, она потом раскололась. Она рассказала, что уже вот собиралась, вот, ждала повесть, чтобы, значит, там, ну, один прошел другой, она ждала все, чтобы, значит, броситься. И вот я помешал ей эти часы. И потом молились, она ожила, маска у нее сошла с лица, она уже была живая, живое лицо. Знаете, она говорила, что впервые за вот эти годы, последние, я хочу жить, говорит, я хочу жить. Молились, молитвы покаяния, потом, знаете ли, ну, там такая история, такая, Санта-Барбара настоящая, муж офицер, значит, и семья молодая, и все вроде нормально, внешне, но все очень-очень страшно. Одним словом, вот она доведена была до, вот, до ручки, что называется. И потом она сказала, я хочу, я так хочу жить, я хочу, ну, верить, и все. Вот, и одним словом, мы расстались на такой ноте хорошей. Она поехала к себе туда, в городок военной, что я раньше поехал к родителям. И, знаете, вот интересно, что потом еду уже в автобусе и думаю, надо же, стоп, а если бы я сейчас без ряса, так бы приехал бы просто на автостанцию, на эту же автостанцию купить бы билет без рясы. Хотя, возможно, бы Бог сделал бы тоже чудо бы, она подошла бы, но не обязательно, если сборуду, значит, батюшку, кто его знает. Хотя бывает и так, по гражданке тоже, но священнослужитель, батюшку, да, грубо говоря. И начинается шаг за шагом разговор. И потом тоже в Киеве у нас была евангелизация, помню, тоже ряса делал, как-то неудобно было, как бы, и по температуре, и по всему как-то. И уже ряса была уже такая, уже, значит, ну, ладно, отдел, пошли мы там возле метро, там, на вокзале, евангелизация, там, братья пришли, там, еще с гитарой, там, колонка такая с батарейками, значит, там, подключили гитару, микрофон, значит, там, две-три песни, там, потом слово, молитва, елеем мажем людей, снова две-три песни, там, там, вокзальный, там, рядом вокзал, поэтому там народ, все время текучка большая такая, народ проходит, там, за день, там, не знаю, тысячи-тысячи людей, там, каялись, там, молились, со всех регионов Украины, там, из России были, белорусы были тогда, ну, это еще тогда, вообще, те, военные годы, и, знаете, я тоже в рясе был, ну, как бы, так неудобно, в чем-то неудобно, а потом, рассказываем, оказывается, там, одна женщина, а, уже под конец, там, уже они там на гитаре играют, и я там уже, там, уже, пляшу, там уже, и она рассказывает, эта женщина, она шла самоубийца потенциально, как бы, шла, оказывается, уже взяла, там, у нее были опыты неудачного самоубийства, ее откачивали, это взяла уже, там, дозу все, лекарства такие, чтобы, значит, ну, с счетом жизни рассчитаться, и свести, значит, и шла, значит, и депрессивная женщина, уже много лет уже в депрессии, говорит, значит, свет бил, бел, не мил, значит, свет вообще копеечку, все, ей все вообще, все равно, но даже ее депрессивную женщину заинтересовало, что батюшка возле метро танцует, как бы, она подошла, значит, как бы, это ее остановило, это ее поймало, вот, она стояла там, тупо стояла, одну часть, другую часть, там, ну, в конце концов, покаялась, плакала, ожила, тоже лицо изменилось, очень сильно изменилось, глаза изменились, бросила эти таблетки, рассказала все потом, в конце уже потом нашим-то братьям, рассказала всю историю свою, все, отрекалась от этого самоубийства, вот, и вот сколько лет была в депрессии, вот только сейчас и впервые за эти годы я хочу жить, говорит, я хочу жить вообще-то, и она ушла, а потом, а потом уже мы это, рассуждали уже, вернулись сюда, рассуждали, там, уже собрали, такое сделали, вот, кто участвовал и поддерживал эту евангелизацию, там, молитвы, собрались, общались, и я говорю, знаете, братья, даже ради одной этой души был смысл мне одевать сегодня операцию, вот, даже ради, чтобы одну душу спасти, даже спасение ради одной души, это я готов всю жизнь эту рясу не снимать, чтобы спасти эту душу одну, вот, вот это, я считаю, благородный, правильный посыл на ношение рясы, а все остальное, это уже религиозное представление наше. Пусть Господь Бог благословит нас, спасибо Боже и за реформацию ту, пятьсотлетней давности, за всех предтеч реформации, которые были до Лютера, до Кальмена, до Цвингли, до Аннабаптистов, те, кто потрудился, да, большинство из них закончили свою жизнь на Эшафоте, на кострах Инквизиции, но, Боже, они сделали потрясающую работу, Боже, благодаря им, и Лютер состоялся, и другие реформаторы, благодаря им, сегодня мы, спустя пять столетий великой реформации, Боже, несем слово Твое, Господь, благословен ты, Царь Вселенной, Боже, и ты веру, преданную однажды святым, ты до нас донес, и мы, приняв эстафету веры, Боже, помоги нам, Господь, Боже, доблесть нам совершить этот путь наш христианский во имя Иисуса Христа, чтобы передать огонь веры, файл веры будущим поколениям. Слава Тебе, Царь Вселенной, доколе ты вернешься. Гляди, Господь Иисус. Аминь, аминь, аминь. Аминь, аминь, аминь.